Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». В Камрате прошел региональный форум, посвященный четвертой годовщине Гагаузского референдума. 2 февраля 2014 года большинство участников референдума, организованного в Гагаузской автономии, проголосовали за сближение с Россией против курса на евроинтеграцию, а также за право на самоопределение в случае потери независимости Республики Молдова. Об итогах референдума не только поговорим с вице-председателем Народного собрания Гагаузи Александром Суходольским. Здравствуйте! Референдум, который проходил 4 года назад, вызвал достаточно сильный резонанс в Республике и не только, и за пределами Республики. Тогда, 4 года назад, жителям автономии было предложено высказаться по двум вопросам. Первый – это выбор внешнеполитического вектора, который предпочтительным гражданам Молдовы, проживающим в Гагаузской автономии. А также проголосовать за, если я правильно понимаю, за отложенный статус Гагаузской автономии. Имеется в виду, в случае потери государственности Республики Молдова, Гагаузия обретет независимость. Вот почему родилась идея этого референдума? Давайте вспомним, событие не так давно, 4 года всего лишь прошло с тех пор. Почему родилась идея проведения этого референдума? Что послужило толчком? И как проходил референдум? Как реагировали жители автономии? И не только, как реагировали центральные власти Республики Молдова на результаты и на сам ход референдума? Во-первых, идея референдума зародилась далеко до самого проведения референдума. В 2012 году уже были первые заявления о том, что необходимо провести такого рода референдум. Ввиду того, что официальный курс страны, который был выбран, и официальное правление Республики Молдова, парламентское большинство, так называемый Альянс за европейскую интеграцию, те действия, которые проходили в Республике Молдова в политическом поле, никак не устраивали гагаузский народ. И люди все чаще и все громче говорили о необходимости заявить в автономии четкую позицию о том, что курс на европейскую интеграцию никак не подходит для развития нашей автономии, для каждого жителя нашей автономии, для того, чтобы убрать все эти, если и возможно. И также еще мы прекрасно помним, что в нашей стране, да и сегодня, мягко говоря, актуален унионизм, и о том, что Республика Молдова должна быть частью другого государства. В Гагаузе уж точно этого не хотят. Гагаузы являются очень серьезными государственниками, и никто не хочет, чтобы мы проснулись, как говорится, в одной из прекрасных дней и оказались в территории соседнего государства. То есть этот фактор тоже побудил нас поставить на повестку дня перед гагаузским народом. Четкий вопрос, стоит ли нам, гагаузскому обществу, поставить на место все те «и» и все те запятые, чтобы народ Молдовы понял, что государственность для гагаузов очень важна, и что если потеря государственности произойдет, то гагаузы останутся там, где должны остаться гагаузы, самоопределиться. Но на сегодняшний день и тогда, 4 года назад, это является нашим неким спасательным кругом. Сегодня мы очень четко и очень прекрасно себя ощущаем в соседстве, в дружбе, в общем доме с Республикой Молдовы, с жителями Молдовы. Мы есть Молдова, мы часть Республики Молдова. Так что вот эти все вот веяния, которые проходили еще 6 лет тому назад и заставили гагаузский народ, гагаузских политиков все-таки принять эти кардинальные шаги и выйти на референдум. И вы задали вопрос о том, как реагировала на нас республиканская власть. Так вот, я вам так хочу сказать, что власть сначала, знаете, когда зарождались эти идеи, наверное, как в той поговорке, с нас сначала смеялись, потом с нами боролись, а потом продолжили бороться. Ну, уже понимаю, что, в общем-то, вы являетесь достаточно мощной политической силой, не только политической, экономической силой. Смотрите, наверняка, забежим немножко вперед, наверняка есть какие-то определенные политические и экономические бонусы в результате вот этого принципиального шага, который был организован и проведен в виде референдума в автономии. Но пока мы, хотелось бы обсудить несколько, чуть иное. Ну, вот как проходил референдум? Сколько приняло участие граждан в автономии? Откликнулись ли они достаточно, ну, будем говорить, активно, охотно? Насколько это было востребовано на тот момент в самой автономии? На самом деле референдум проходил в очень напряженной обстановке. Но если судить уже с последствием лет и понять, что же все-таки могло произойти, какие могли бы быть негативные вещи, он прошел. На самом деле спасибо, люди очень активно принимали участие, свыше 70% людей вышли на голосование, и это все проходило... Это очень значительный результат, на большом счете, это практически подавляющее большинство. Да, давайте скажем, что февраль 2014 года был на самом деле суровым, были очень серьезные крепкие морозы, но людей это не остановило, не смутило. Было очень серьезное давление со стороны власти, вот приезжали к нам с такой миссией отмены референдума и глава правительства Юрий Лянко, и тогдашний председатель парламента, господин Корман, все очень говорили нам о том, что нам необходимо отказаться от этой идеи, что эта идея очень пагубно отразится не только на молдавском обществе, но в частности на гагаузском обществе, что мы можем расшатать какую-то там лодку, но я вам хочу сказать так, что это нас не остановило, это не остановило организаторов референдума, это не остановило простых граждан. И 2 февраля, в тот прекрасный зимний морозный день, 70-70% населения нашей гагаузской автономии, избирателей вышло и проголосовало, из них 90-70%, 98% проголосовало за вступление Молдовы в таможенный союз, за более тесную и серьезную дружбу с Российской Федерацией, с Беларусь, Казахстан, ныне это Евразийское Содружество Экономическое, а также мы проголосовали, естественно, о чем я вам говорил, о том нашем отложенном статусе, о том нашем праве, который мы будем иметь и имеем на самоопределение. Вот такие вот веяния были и такие чувства были в 2014 году, в момент проведения референдума. Судя, как показали события, как показало время, по истечении 4 лет, есть уже понимание того, что этот референдум был не просто своевременным, он был необходим, и, видимо, произошел достаточно на опережение многих политических событий в нашей стране. Вот смотрите, вот хотелось бы обсудить, как в автономии сегодня оценивают желание демократической власти, сегодняшней демократической власти, Республики Молдова, вписать в качестве вот такой конституционной нормы внешнеполитический вектор развития Молдовы в сторону Евросоюза. То есть евроинтеграция, как один из главных трендов развития страны. В то время, когда, смотрите, один из самых достаточно важных анклавов регионов, как Гагаузь-Ери, жители в большинстве своем голосуют за обратное, за интеграцию в евразийское экономическое сообщество, за тесные взаимоотношения с Российской Федерацией, как основным экономическим рынком и главным экономическим заказчиком сегодня и для нашей продукции, и для наших рабочих ресурсов. Вот понятно, что это все диссонирует с тем, что принимается в Гагаузе, и с тем, о чем говорят в Кишиневе. Но вот какова реакция сегодня жителей Гагаузы на такую вот затею демократов? Ну, если честно говоря, вы, зайдя в любой населенный пункт нашей гагаузской автономии, в город, в село, неважно, задав вопрос обычному, первому встречному прохожему, какое ощущение у них от этой идеи нынешней власти, о том, что необходимо прописать в Конституцию, что Европейский Союз, движение Европейский Союз — это национальная идея, это необходимо и очень важно, это конституционная норма. Поверьте мне, если люди вас случайно не узнают, они могут вас принять за врага, потому что это на самом деле очень серьезная и вражеская тема, потому что 98% в 2014 году уже сказали, а сегодня вот эти 98% хотят оставить за бортом. Почему это вражеская тема? Я поясню. Ведь если это будет прописано в Конституцию, вот так понимает простой обычный человек, а Конституция — это высший закон нашей страны, которым необходимо подчиняться, и неважно, человек простой обычный гражданин будет говорить о том, что нет, нам надо вступить в Евразийское Содружество, в любой другой союз, он будет считаться за кого в обществе у нас, за ты враг государства, получаешься. Вот почему гагаузы, да не только гагаузы, и очень, я уверен, большинство жителей нашей страны против этой идеи, потому что мы имеем право на плюрализм мнений. Это одно из самых основных целей демократии, о том, что человек имеет право выбора, право свободы, а тут нас хотят оградить, и тем более оградить от того, что гагаузам очень близко, нашему гагаузскому населению, что очень близко, и дружба с Россией, и вообще в целом российское государство, и так далее, и тому подобное. Так что тут очень серьезно стоит задуматься нашим правителям о том, что какие ужасные и негативные последствия могут на самом деле понести в себе вот эта вот конституционная норма. В 2014 год всем показал, что мы хотим и как мы хотим. Давайте сегодня мы сделаем такой же референдум на территории всей страны, и вы поймете, какая национальная идея необходима для нашего молдавского общества. Кстати, об этом говорил в свое время нынешний президент Республики Молдова Игорь Дадон, будучи председателем партии социалистов. Он говорил, что надо не забывать итоги референдума 2014 года, а впоследствии добиться проведения подобного плебисцита на национальном уровне. И, наверное, это во многом бы предопределило, будем говорить, главный месседж сегодняшней власти. Они бы понимали, чего хочет избиратель, массовый избиратель, чего хочет гражданин республики, среднестатистический человек, который думает о том, как ему жить дальше, в какой стране дальше развиваться, и, в общем-то, планировать свое будущее. Ведь сегодня мы видим совершенно такую, ну, будем говорить, мягко говоря, еще катастрофическую картину, когда власти живут в отрыве от реалий, в которых погружен гражданин Молдовы. И мы видим ужасную статистику, что порядка там полутора сотен человек, наших с вами сограждан, ежедневно покидают республику Молдову практически навсегда, то есть уезжают на постоянное место жительства в другие страны. Это как раз та самая губительная статистика, которая показывает, что мы теряем своих граждан, мы теряем тех, кто способен развивать страну, давать импульс к жизни и, в общем-то, сохранять ее государственность. И вот в связи с этим другая идея, в данном случае либералов, хотелось бы узнать мнение относительно вот этой инициативы, которую продвигает лидеры либеральной партии, о, так сказать, выходе из Содружества независимых государств. Ведь это тоже где-то в каком-то тренде. Смотрите, тут кто-то говорит, мы давайте примем такой закон о выходе из СНГ. Кто-то тут же другой документ предлагает, а давайте мы теперь как бы войдем в Евросоюз, ну хотя бы на документе собственной Конституции. Как это бывает у нас сегодня в Молдове, если побываете в ряде сел, там, Неспаренского района или там, ну будем говорить, средней части Молдовы, не так давно мои коллеги были в селе Крузешты, в село, где, в общем-то, как в каждом селе, те же проблемы у жителей, нет где зарабатывать денег, нет где себя применить, инфраструктура полуразрушенного состояния, нет дороги, но при въезде зато висит флаг Евросоюза, понимаете, при въезде в село. Так и здесь мы очередной флаг пытаемся деть на Конституцию Молдовы. Вот эта идея либералов об выходе из СНГ в Гагаузе, наверное, вопрос, в общем-то, нарывается на очевидный ответ, но все-таки. Ну давайте, чтобы сразу очевидно не отвечать, я скажу, что, во-первых, случайности не случайны. Вы говорите об различных документах, которые целенаправленно, направлены на ухудшение отношений нашей страны в первую очередь с очень серьезным мировым игроком, лидером этой Российской Федерации. С 2009 года мы видим серьезную последовательную методическую борьбу в нашей стране, нашим правительствам, нашим парламентам против Российской Федерации. У нас уже в Молдове появился офис НАТО, у нас уже спокойно высказываются лидеры, примары некоторых сел о том, что мы объединимся с Румынами. У нас уже на все это очень легко, власть закрывает глаза. Я бы просто посоветовал бы, наверное, власти задуматься о том, что вдруг вся Гагаузия случайно объявит о том, что хочет соединиться тоже с каким-то государством, с Турцией, с Россией. Я думаю, мы сразу станем сепаратистами и врагами народа. Вот так же и идея либералов, она не случайна о том, чтобы выйти из Союза Независимых Государств. Ведь в этом Союзе четко прослеживается очень серьезная политическая такая вот линия дружбы этих государств, бывших членов в составе, кто находились в Советского Союза. У нас общее прошлое, у нас, я уверен, у нас сегодня общее настоящее, и я убежден в том, что у нас общее будущее. И у либералов ничего не получится, потому что, давайте скажем прямо, в этом году нас ожидают парламентские выборы в нашей стране. И вот эти парламентские выборы расставят все точки над И и молдавскому народу, молдавскому обществу, в том числе и ГГУЗам, и жителям ГГУЗской автономии. Нужно будет четко понять и отделить зерна от плевень, и посмотреть на самом деле, что же нас ждет в будущем, если мы сделаем тот или иной выбор. Хотим ли мы нормального, стабильного развития нашего государства, Республики Молдова, о том, чтобы нас не разделяли, ты белый, ты красный, ты правый, ты левый, и без остановки сталкивали нас лбами. Либо мы хотим серьезного развития страны в едином обществе, у нас многонациональная страна. Не нужно нас разделять. Мы не хотим быть разделенными. Мы хотим спокойно приезжать в нашу любимую столицу нашей страны, город Кишинев, и радоваться этим прекрасным людям. У нас очень много друзей в любом из городов нашей страны, Бельце, Гагул, Бессарабка. Это все наш общий дом. И вот эти все идеи, это последовательное разрушение нашего государства. Это шаг за шагом, все направлено на то, чтобы развалить наше общество. Довести его, в первую очередь, до нищеты. А в дальнейшем, когда люди поймут, что здесь делать-то нечего, начнут уезжать. Вот как вы говорили о том, что ежедневно нашу страну покидает более ста человек. А с такой ситуацией еще больше людей уедут. Я останусь, а те, кто верен, не знаю, румынскому государству, и они скажут, ну все, мы здесь подданные Румынии, почему бы и нет. Вот к чему все это направлено. Но я вам хочу сказать, что житель Республики Молдова, гражданин Республики Молдова, это очень мудрый человек, очень терпеливый человек, но каждому терпению приходит конец, и мудрость восторжествует. Понятно. Тогда такой вопрос, который я затронул чуть ранее. И все же, политические и экономические бонусы, которые автономия получила ли она в результате референдума? Ну, на самом деле, какие бонусы получила автономия, мы все видим сегодня. На самом деле в Гагаузии проходит такой бум международного партнерства с автономией. В 2015 году в автономии прошли выборы, где победу с первого тура одержала башкан, нынешний башкан Гагузи, влах Ирина Федоровна, которая четко провела такую линию и границу о том, что ее приоритетом будет дружба с Российской Федерацией. И у нас уже более 10 подписанных соглашений с регионами Российской Федерации. И каждое соглашение несет в себе социально-гуманитарно-экономическое сотрудничество. Очень серьезные плоды приносят и у нас и дружба, и отношения с турецкой стороной. Ведь мы, Гагаузы, показали всему миру, показали нашим партнерам о том, что мы единое целое, о том, что мы последовательны в своих действиях, о том, что на нас можно положиться, о том, что мы не предадим на самом деле наших идей, наших ценностей. И тем самым мы вызвали такое уважение у международных партнеров, включая и Российскую Федерацию, и Третьскую сторону. Да даже Европейский Союз у нас старается постоянно какие-то грандовые программы вносить. Но это все у нас в Гагаузе отсекается, знаете, как говорится, обществом. Принимается, но отсекается на таком моменте, когда кто-то приходит и нам говорит, вот теперь мы вам помогли, а сейчас давайте политическую декларацию такого характера. Но все ведут себя очень тактично. Гагаузский народ всегда на страже ждет, вдруг кто-то хочет их использовать, потому что мы научены очень серьезно горьким опытом. Но все международные партнеры, которые у нас сегодня работают, не переходят эту черту. Очень серьезный баланс. Башкан, Гагаузи, ее управление и внешних связей, которые у нас даже существуют для отношений с международными регионами и странами, то у нас четко выработана такая линия. Все социально-экономические проекты, пожалуйста, что касается вмешательства в внутриполитические дела, но тут уже, извините. Должен решать сам Гагаузский народ. Да, сам Гагаузский народ. И вот этот бонус, этот прекрасный бонус, в первую очередь уважения, а потом уже все вот эти экономические и социальные проекты, которые приходят у нас в Гагаузию, это и есть нашим бонусом. Нас международный партнер понял и увидел в нас серьезную крепкую нацию, которая готова отстаивать свое мнение, и мы готовы к любому сотрудничеству. Я уверен в том, что все международные партнеры и в дальнейшем будут и так же с нами работать, ввиду того, что мы приверженцы, знаете, вот такого дружественного отношения и не только с международными структурами, и странами, государствами, но и дружба внутри нашей страны. Нас постоянно хотят сделать сепаратистами, но мы не сепаратисты. Мы государственники. И мы готовы развиваться в плечо в плечо с жителем любого района нашей страны. Я помню, когда представители Евросоюза часто в качестве примера приводили именно образец гагаузской автономии как пример решения национального вопроса в масштабах страны. Как можно найти какой-то статус-кво для того, чтобы удовлетворить стороны в случае того или иного конфликта, который завершился миром, завершился соглашением, и в данном случае уже последовало развитие. Но вот 2014 год показал еще и то, что в автономии могут решаться и вопросы, связанные не только внутреннего государства, устройства, но и именно определения в внешней политике. Потому что высказанные гагаузами пожелания, требования тому, чтобы следовать сохранению стратегической связи с Российской Федерацией, с развитием и интеграции тогда в таможенный союз, сегодня это Евро-АЭС, говорит о том, что помимо, так сказать, каких-то исторических связей, гагаузы — это очень практичный народ, понимающий, что сегодня все, что производится в Республике Молдова, востребовано на Востоке. Во-первых, в силу того, что традиционный наш рынок, и все прекрасно помнят этот бренд, так сказать, сделан в Молдове, вне зависимости от того, где был выращен урожай, допустим, в Тараклии, в Гладианах или где-то под Камратом. Но сегодня с потерей определенных рыночных позиций вернуться на эти рынки крайне сложно, а еще в силу того, как вы упомянули, после 2009 года центральные власти сделали последовательно все возможно, чтобы оторвать Республику Молдову от тесного, так сказать, сотворчества с Российской Федерацией, общего политического сотворчества. И вот в этих непростых реалиях сегодня автономия показала, как можно найти выход, как можно сохранить себя, целостность своих убеждений, целостность своего ориентира. И вот в этих реалиях понимаешь, что все равно живет какое-то зерно конфликта. Я имею в виду отношения центральных властей и отношения власти, исполнительной власти, например, гагаузской автономии. Вот удается ли строить все-таки диалог Камрату и Кишиневу сегодня, уже в 2018 году? Вы знаете, здесь в данном вопросе есть очень много вариантов ответа, на самом деле. Каждый может видеть данную ситуацию по-разному, но в частности хочу сказать то, что вижу я, как гагаузский политик, как вице-председатель народного собрания. Вы знаете, в Гагаузии есть свое собственное законодательство. Целая база правовая, где четко определены нормы развития гагаузского общества, включая образование, экономику и так далее и тому подобное. Но за последние годы Государственная канцелярия Республики Молдова просто без остановки атакует наше гагаузское законодательство. И в судах изо дня в день принимаются такие решения, где наши законы признаются неправомерными, ничтожными и так далее и тому подобное. И отменен законы об образовании гагаузии и о фиксированном налоге и так далее и тому подобное. Сегодня это разве можно назвать каким-то положительным развитием? Существует межпарламентская группа международным собранием гагаузии и парламентом Республики Молдова. В прошлый созыв состав народного собрания разработал совместно с рабочей группой парламента разработали очень три серьезных законодательных инициативы, три серьезных документа, которые касаются нашего гагаузского, наших гагаузских законов об особом правовом статусе гагаузии, нормы. И эти законы, эти законодательные инициативы были отправлены в парламент уже более года тому назад. И вот прошел уже, вот уже скоро будет два года, как они в парламенте. Парламент их принял осенью 2017 года, но принял их совсем не в той формулировке. С оговорками, с исправлениями. Это знаете, как когда человек, когда одеть человека в те вещи, которые ему просто на размер 2-3 меньше и совсем не подходят по вкусу. Вот они это предложили нашему гагаузскому обществу, нашему гагаузскому народному соборам, парламенту, исполкому. Вот мы видим так вас, ваше развитие вас, там все вот так это вам сойдет. Но неужели они не слышали нас? Мы несколько раз приезжали к ним, показывали, доказывали, что нет, необходимо оставить так, все как было. Мы заручились поддержкой международных партнеров. За нас вступались, давайте мягко так говоря, множество посольств, включая Российской Федерации, и Турецкой Республики. Нет, законы были приняты. Один закон вообще не был принят, два были приняты, которых спасибо на самом деле президенту Республики Молдовы, Игорь Николаевич. Мы к нему обратились, ряд депутатов, в том, чтобы он не подписывал, не промульгировал данные проекты. Эти данные проекты были не промульгированы, и вернулись в парламент на доработку. Я надеюсь на то, что эти законы будут приняты в той редакции, которые были предложены Народным Собранием. Но вы сегодня сказали о том, что в Гагузии прошел региональный форум, посвященный референдуму. И сегодня меня впечатлили очень сильно слова Башкана Гагузии, которая сказала, что она не хочет, чтобы этот парламент продолжал работу над этими тремя законопроектами. Это издевательство на самом деле над всем гагузским обществом. Это что показывает власть Республики Молдова, что мы знали свое место. Да мы знаем свое место. Мы семья. В семье нет мест. Ты сидишь в том углу, ты в том углу. Мы, как в обычной семье, все любим, как говорится, семью, и никто никого не делит. А тут пытаются нам доказать, что мы не имеем права и не думаем, и вообще плохо соображаем. Это так получается? И я уверен в том, что не молдавское общество к нам так относится, а лишь маленькая часть, которая сегодня находится во власти, которая не понимает, вернее, не то, что она не понимает, ее обязали не понимать. То есть вы видите, что здесь есть некий такое внешнее давление на влияние, будем так говорить. Ну, мы же говорили о том, что случайность и не случайность. С 2009 года вся та работа наших властей по разрушению нашей дружбы с восточными нашими друзьями, с Российской Федерацией, а ГГУЗы тут вот заявляют на всю страну, что мы хотим 98%, более 98% вступить в таможенный союз, мы выбираем пророссийского башкана, мы 99% голосуем за Игоря Николаевича Дадона, за президента, который четко ставит в своей линии дружбу с Российской Федерацией. И вы думаете, у простого человека, у простого жителя ГГУЗи складываются какие впечатления о молдавской власти? Я не говорю сейчас это в частности, это не только мое мнение, это мнение большинства. Почему нас постоянно не слышат, постоянно нам что-то доказывают, что мы не то, мы не так, мы не здесь. Специально нас спровоцируют на что-либо? Мы не спровоцируемся. Ну, здесь очевиден ответ, я так понимаю, что, например, слово антинародное, наверное, понятно, здесь антинародное правительство, антинародный парламент. Ну, вот под занавес буквально такие вопросы. Отношение в ГГУЗе к новому, вот этому нововведению, о том, что, например, с 12 февраля из сетки вещания национальных каналов исчезнут целый ряд программ российского производства. Вот, я понимаю, что вещание этих каналов оно осуществляется и в ГГУЗе, но, тем не менее, потеря вот такого достаточно качественного информационного потока это, наверное, не может так остаться незамеченным в автономии. Знаете, что я вам хочу сказать? Чем, чем болеет наша власть? Она болеет русофобией. Все, что связано с русским миром, все плохо, все неправильно, все нужно запретить, посла домой, официальные поездки запрещены всем нашим и депутатам, и членам правительства. Мне посчастливилось участвовать... Российской лице-премьеры назвали персону социалистов. Все остальные открестились и что это? Это не русофобия? Мы что, боимся поехать обменяться опытом с Государственной Думой Российской Федерации? Это тоже серьезный орган, парламент, и это все позволит нам как-то развиваться? Значит, кто-то может, а официальные власти нет, этого боятся. И вот то же самое связано с запретом на информационно-аналитический контент. Народное Собрание высказалось и против данной нормы. Мы хотим, мы будем смотреть русские новости, русские передачи, и все информационные и аналитические ток-шоу. Вы что, боитесь, что мы не сможем этого увидеть в интернете? Но я вам хочу сказать, что у нас в Гагузии есть свое законодательство, и мы будем в наших кабельных сетях продолжать транслировать эти российские новости. Мы будем в нашем общественном телеканале ГРТ, если нужно будет, мы и там покажем российские новости, если того потребует наше ГГУское общество. Мы никогда не пойдем против нашего народа. И это я советую подумать и задуматься здесь, нашим правителям в нашей стране, что народ все видит. И я понимаю, запугать, испугать кого-то где-то, что-то еще, но этому всему придет конец. Хорошее завершение нашей с вами сегодняшней беседы. Мы понимаем, что время ограничено любой телевизионной программы, и поговорить о теме Гагаузия, о проблеме регионов, регионов, в частности, вашего региона, хотелось бы, поэтому неоднократно будем рады видеть вас в нашей студии, будем всегда охотно вместе с вами обсуждать, чем живет сегодня Гагаузский район, Гагаузский регион, Гагаузская автономия, над чем сегодня работает законодательный орган Гагаузии, как развивается экономика региона. И я понимаю, в общем-то, отслеживая те или иные новости, в частности, новости о Гагаузии, я вижу, что многим районам Молдовы есть чему позавидовать, тому, в общем-то, цифрам, которые, цифрам экономического развития, сегодня Гагаузия действительно развивается и развивает взаимоотношения с Российской Федерацией и открываются рынки. И это очень важно. Люди получают работу, люди получают доход, люди получают возможность развития. Сегодня мы живем в мире, в жестком монетарном мире, нам необходимы финансовые средства для развития, в частности, каждого и в целом всей страны. Вот почему-то сегодняшние политики как-то сконцентрировались на том, что необходимо привести законодательную базу сегодняшней Молдовы в такую форму, при которой экономическое развитие будет исключено, успешное экономическое развитие будет исключено, а будет развиваться какой-то внешний фактор в нашей стране, что убивает экономику собственной страны. Один негатив. Один негатив, да. С удовольствием, Александр, вас будем ждать, здесь вас, ваших коллег, приглашаем в нашу студию, и двери всегда открыты, телеканал Акчен ТВ для вас. Спасибо, всего хорошего. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был вице-председатель Народного собрания Гагоузьири Александр Сахадольский. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин